Бог говорит, «У тебя не будет ничего, что ты хочешь». Он говорит, «У тебя не будет ничего, что ты хочешь». И для меня это было совершенно непонятно. И я говорил, «Я не понимаю, я считал, что когда тебе что-то нужно, когда ты что-то хочешь или надеешься на что-то, ты обращаешься к Богу и просишь об этом». И Бог отвечал мне, «Нет, нет, нет, ты не понимаешь, как работает система. Ты даже не понимаешь, что есть определенная система. И вот как эта система работает. Все, о чем бы ты ни попросил, у тебя уже сейчас есть. И все, о чем бы ты ни попросил в будущем, у тебя есть прямо сейчас. У тебя все есть это прямо сейчас. Ты просто не ощущаешь это на своем опыте. Потому что все, что могло бы произойти, происходит прямо сейчас. И все, что могло бы произойти в будущем, происходит прямо сейчас. Но для этого вам необходимо дотянуться до океана без крайних возможностей и вызвать тот вариант реальности, который вы хотите испытать в своей жизни. И делается это следующим образом. Вы вызываете тот вариант реальности, который хотели бы испытать прямо сейчас с помощью трех механизмов. Мысль, слово и действие. То есть, то, что вы говорите, то, как вы думаете, или то, во что вы верите, и, естественно, то, как вы действуете. И если вы говорите, пожалуйста, дай мне то, что мне необходимо сегодня, чтобы выжить, то тогда у вас, конечно же, будут проблемы обретения того, что вам необходимо сегодня, чтобы просто выжить. Потому что данная фраза своими корнями уходит как бы в глубокую мысль о том, что в текущем моменте у вас чего-то нет, не хватает. И именно эта, лежащая в основе мысли, которую я в своей книге «Диалог с Богом» называю «спонсорская мысль», именно эта спонсорская мысль играет огромную роль на создании той реальности в моменте прямо сейчас. И, соответственно, если вы просите о чем-то, или говорите «я хочу чего-то», ну, допустим, такой пример, «я хочу денег», «я действительно хочу больше денег в своей жизни», у Вселенной на такое выражение, высказывание, есть лишь один ответ. «Действительно, ты нуждаешься». Видите ли, Вселенная... Вселенная говорит всегда «да». И когда вы начинаете это понимать... Простите, я понимаю, что для многих из вас это элементарный уровень такового понимания, просто чтобы объяснить еще раз основы. У Вселенной на самом деле есть универсальный ответ на все запросы, и универсальный ответ заключается в слове «да». Бог знает всего лишь одно простое слово. Слово «да». У Бога очень ограниченный словарный запас. И поэтому Бог всегда отвечает «да», «да», «да». Он отвечает «да» на все, что вы думаете, говорите или делаете. Ответ Бога «да». Но хороший момент этого вопроса и позитивный момент в том, что Бог никогда не говорит «нет». Ну и отрицательная сторона этого момента в том, что даже если вы не знаете, как работает система, Бог всегда говорит «да». И если вы говорите «я сыт по горло тем, как моя жизнь развивается», Бог отвечает вам «да», действительно, ты сыт по горло. Если говоришь «я хочу больше денег», Бог отвечает «да», действительно, это так. Да, да, действительно, ты хочешь больше денег. И именно такой опыт желания большего количества денег вы будете ощущать, потому что вы декларируете «хочу больше денег». Да, это правда, действительно так и есть. И таким образом вы на самом деле отговариваете себя от того, в чем хотите себя убедить. Но я не хочу, чтобы вы думали, что дело состоит в выборе правильных слов. Хочу, чтобы вы начали разделять слова, как Билл Клинтон, я не вдыхал там. То есть не в этом дело. Но поймите, я не хочу, чтобы вы разбирали свой язык на составляющие и беспокоились о каждом произносимом слоге, волновались о каждом слове произносимом. Но вам действительно необходимо взглянуть глубоко на спонсорскую мысль, то есть смотреть на ту базовую идею фундаментальную, которая приводит к появлению этих слов. Вот на это нужно обращать внимание. То есть, говоря другими словами, если вы исходите в своих мыслях из недостатка, из мысли, что недостаточно всего вокруг, общаетесь к Богу, пожалуйста, дай мне больше. Получается, что вы не смогли преодолеть вот это главное сопротивление, мысли о том, что не хватает чего-то. А это действительно довольно-таки сложно преодолеть вот такое мышление. Но кто-то может не согласиться. Ваш друг может не согласиться с этим и скажет, да, Нил, все это замечательные слова, но что если весь опыт человека подсказывает ему, что вокруг его нехватка, ему не хватает? Как вообще можно ожидать от человека, что у него будет другая мысль по этому поводу, если его глаза говорят, весь его опыт говорит о том, что вокруг постоянно чего-то не хватает? На что мудрец бы ответил? А они так и отвечали, каждый своим способом, каждый в свое время. Не верь глазам своим.